10 научно-достоверных моментов в Рике и Морти Конечно, этот мультик не анимированная версия Интерстеллара. Но его создатели определенно знают свое дело. В этом списке мы раскроем некоторые научные принципы, которые верно изобразили и объяснили герои мультсериала. А также расскажем о том, что в теории может существовать в будущем, но пока еще не воплощено в жизнь. Но и не забудем упомянуть одновременно гениальные и сумасшедшие гипотезы Рика. Устраивайтесь поудобнее в своей разваливающейся летающей тарелке. Мы начинаем. Номер 10. Космические корабли, заправленные концентрированной темной материей Некоторые ученые полагают, что темная материя занимает 85% всей массы Вселенной. Всем очевидно, что Рик построил свой космический корабль из материалов, которые он нашел в гараже или даже на помойке. Но на самом деле его двигатель работает на очень сложной, концентрированной темной материи. Она позволяет ему двигаться на огромных скоростях. Еще в 2009 году ученые обнаружили, что двигатели, работающие на темной материи, в будущем могут стать решением дальних космических путешествий. Один французский физик даже предложил собственный концепт такого топлива. По его задумке, крохотные частицы такого двигателя сталкивались бы друг с другом, испуская кучу энергии. Таким образом, околосветовая скорость кораблю была бы обеспечена за считанные дни полета. К сожалению, на данный момент это только теория. Номер 9. Сложность ДНК В серии «Вакцина Рика номер 9» Рик пытается создать сыворотку, которая заставит Джессику влюбиться в Морти. Но он случайно превращает ее и всех остальных в гигантского монстра-богомола. Вот цитата самого изобретателя. Да, я не знаю, о чем я думал. Богомолы – это прямая противоположность полевок. Ну, то есть очевидно, что их ДНК гораздо сложнее устроены. Однако знаешь что, Морти? Вот это совсем справится, детка. Тут коала, смешанная с гремучей змеей, шимпанзе, кактусом, акулой, золотистым ретривером и чуточкой динозавра. В сумме получается – нормальный человек. Но удивительно то, что современные ученые утверждают, что геном человека еще более сложный, чем мы думали раньше. Ведь все, что изучали генетики последние десятилетия, составляют всего 2% нашего генетического кода. Номер 8. Принцип неопределенности Гейзенберга. Время не намного проще ДНК. Об этом герои мультсериала узнали на собственном опыте. В серии «Рик во времени» Рик, Морти и Саммер умудряются испортить все временные рамки всех вселенных и разделить время на множество разных частей. Затем они должны попытаться найти способ закрепить время и слепить его в единое целое. Это самая настоящая демонстрация принципа неопределенности Гейзенберга. Этот принцип такой же столб для квантовой механики, что Е равно МЦ квадрат для теории относительности. Он утверждает, что невозможно одновременно знать точное положение и скорость какого-то объекта. То есть, чем точнее изменяется скорость, тем меньше известно, куда переместился объект и наоборот. По существу, пытаясь измерить свое точное место и скорость в пространстве и времени, Рик, Морти и Саммер отдалились от времени все вместе. Номер 7. Любовь – это химическая реакция Возвратимся к той же серии о любовной сыворотке. Там Рик говорит Морти, что не стоит тратить время на все эти страдания Джессики. Потому что любовь – это не что иное, как банальная химическая реакция в теле. Американский ученый Ларри Янг не отрицает, что любовь является сложным психологическим и эмоциональным состоянием. Но при этом Янг подчеркивает особую роль в возникновении этого чувства нейрохимического вещества – окситоцина. В 2009 году он заявил, что обнаружил химические компоненты, вызывающие чувство любви. Это открытие сделает возможным создание лекарств, усиливающих любовное чувство или излечивающих от безответной любви. За год до этого швейцарские ученые из Университета Цюриха создали окситоциновый спрей для носа. Его можно использовать в борьбе с аутизмом и в лечении от различных социальных фобий, например, от мании преследования. Теперь вы поняли, что помимо генов богомола в сыворотке был и окситоцин. Номер 6. Многомировая интерпретация Краеугольным камнем вселенной Рика и Морти является то, что существует бесконечное число вселенных с бесконечным числом Риков и Морти. В той же серии о кровожадных богомолах дедушка с внучком перемещаются в параллельный мир, где они умерли за секунду до прилета. Поэтому ничто из того, что кто-то говорит или делает, на самом деле не имеет значения. Это в конечном счете и есть источник жесткого экзистенционализма Рика. Но такая идея стоит на реальном научном фундаменте. Многомировая интерпретация говорит о том, что существует много миров, занимающих одно и то же пространство и время, но параллельных нашему собственному. Существование других миров дает возможность на расстоянии удалить какое-либо действие из квантовой теории, а значит и из всей физики. Если бы это было правдой, то можно было бы предположить, что ничто не имеет значения, и что законы физики непостоянны и не подвержены влиянию внешних сил. Сама формулировка предотвежит физику Хью Эверетту. Выдвинул он ее в 1957 году. Номер 5. Анатомический парк может однажды стать реальностью. Теперь футуристические фильмы прошлого столетия не такая уж и недосягаемая научная фантастика. Идея создания серии с парком внутри Санты пришла из двух фильмов. Это «Фантастическое путешествие» и «Парк юрского периода». Первый вышел на экраны в 1966 году по одноименной книге Айзека Азимова. Такой же сюжет был и в «Футурами». Черт, даже в «Ох уж эти детки» делали подобное. В каждом из этих ТВ-шоу был кто-то, кого уменьшили и запустили в путешествие по чьему-то телу. Но во всем этом фантастики становится все меньше, а научности появляется все больше. В фантастическом путешествии использовались микроскопические устройства перемещения внутри живого существа. И с помощью этой технологии однажды можно будет доставлять лекарства в определенные органы. В 2018 году подобный эксперимент успешно провели на мышах. Номер 4. Заморозка людей Крионика еще не стала мейнстримом, но многие люди уже знакомы с концептом. Вы отваливаете огромную кучу наличных, подписываете документы и ждете спокойно смерти. Затем из вашего мертвого тела выпускают кровь и вместо нее пускают специальный раствор. Это сюжет, если выберете более дорогостоящую процедуру сохранения тела. Другой вариант – заморозить только мозг. В самой первой серии Рик заморозил задиру Фрэнка. Наверное, замораживающий пистолет – это лучшее оружие Рика. Вообще, в мире такая услуга пока не набрала популярности. Тем не менее, более 300 мертвых американцев или их мозгов в настоящий момент хранятся в холодильных камерах и ожидают своего часа. Все эти люди при жизни решили попытать удачу. В конечном итоге в гроб все свои деньги не заберешь, а тут еще и вероятность теоретическая – в будущем быть воскрешенным. Главное, чтобы тех, кто согласился на криозаморозку, случайно никто не разбил, как это сделала Саммер с Фрэнком. Номер 3. Стимуляция внутри стимуляций. В серии M. Night Shyamal инопланетяне Рик и Морти пытаются раскрыть заговор. Но все усилия были напрасны, и герои оказываются в симуляторной ловушке на инопланетном корабле. Эти инопланетяне пытаются найти формулу концентрированной темной материи, и оказывается, что Рик и ни о чем не подозревающий Джерри оказались внутри симуляции внутри другой симуляции. Хотя этот сюжет и не самая научная интерпретация, он основан на гипотезе симуляции Вселенной. Это положение о том, что наша Вселенная – это гигантская симуляция, выполненная квантовым компьютером. Она была бы неотличима от истины реальности и потенциально могла бы содержать сознательные умы, которые могут или не могут полностью осознавать, что они живут внутри симуляции. Это теория, которая восходит к французскому философу и математику Рене Декарту. Тогда он лихо философствовал, что люди, которых он видел из окна своей спальни, на самом деле могут быть металлическими машинами, лишь замаскированными под людей. А жил Декарт в 17 веке. Однако в последнее время теория получила распространение благодаря Илону Маску. Он твердо верит, что реальность – это симуляция, созданная суперпродвинутым разумом. Номер 2. Нацистские эксперименты над собаками В серии «Пес-газонокосильщик» Рик конструирует для их домашней собаки шлем, который позволит ему говорить. Он становится очень умным и в конечном счете поднимает собачьи восстания, после чего собаки захватывают мир. Хотя ничто из этого не основано на какой-либо реальной науке, этот сюжет мог быть навеян нацистскими экспериментами 1930-х годов. Хундершпрешл Асра было чем-то вроде спецшколы для собак. Ее основали в Лойтенберге, Германия, и просуществовала она с 1930 года до конца Второй мировой войны. В ней содержались знаменитые собаки, которые якобы могли произносить определенные слова. Школа была местом нацистских экспериментов и исследований животных. Идея состояла в том, чтобы создать батальон говорящих собак. И несмотря на то, что это сумасшедшая задумка, люди самоотверженно пытались получить больший контроль над гончами и присоединить их к человеческим воинским частям. Эти эксперименты проводились одновременно с нацистскими экспериментами на людях в попытке создать суперармию неизмеримой силы. Номер один. Беременные роботы. В серии воспитания Газар Позорпа Морти получает инопланетного секс-робота, которого он случайно оплодотворяет, после чего он становится отцом инопланетно-человеческого ребенка-гибрида. Вероятно, самым диковинным научным фактом в этом списке является то, что беременный робот действительно существует в реальном мире. Это блондинка-андроид Виктория, которая выглядит как вполне обычная беременная женщина. Ее создали для тренировки молодых акушерок, которые принимают роды Виктории, как если бы она была настоящей женщиной. Она имитирует соответствующие жизненно важные показатели, схватки и непосредственно сам процесс со всеми последствиями в виде крови и мочи. Викторию использовали в качестве учебного пособия во всем мире и даже делали ей экстренное кесарево сечение. И она действительно рожает, только не симуляцию, а самого настоящего маленького ребенка-робота. А какие научные совпадения или, может быть, расхождения, вы заметили в этом сериале? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пока!